МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, повышение цен – это уже не страшилка, а реальность, в которой мы начали жить. Появился даже новый термин в экономических изданиях – потребительская депрессия. Это состояние общества потребления, которое осторожничает и не покупает. На эту тему репортаж Юлии Афанасьевой. Я вообще рыбья душа. Когда я вижу цену в 1012 рублей, я так думаю, да ладно, я, наверное, ее и не люблю. Любимая рыба теперь недосягаема. Нелли Раткевич после каждого похода за продуктами отмечает, что все чаще отоваривание – еще то испытание на ловкость и фантазию. Как же так изловчиться, чтобы потратить меньше, но купить повкуснее? Мясо 300 рублей, молоко порядка 60, курица в районе 200, а некоторые сорта яблок подорожали чуть ли не вдвое. Я уже теперь иду, я беру 5 тысяч, потому что я не знаю, во сколько это мне обойдется. Вчера я за это отдавала полтора, а тут я ничего не купила толкового в том же окей. Я отдала там 5 тысяч. Жизнь станет сдержаннее, есть будем меньше, толстеть совсем не будем, так что зря я выбросила свое девичье платье. Представители бизнеса признают, что покупатели действительно стали осторожнее относиться к своим расходам и выжидают максимальных скидок и акций. От каких-то приобретений и вовсе готовы отказаться до лучших времен, как следствие падения спроса. Это касается не только продуктов, техники, одежды, текстиля, а также парфюма и косметики. У Софьи Кувардиной, поставщика заграничной элитной косметики для салонов красоты, за месяц спрос понизился почти на 10%. Покупатель переключается на дешевый товар местного либо китайского производства. Да и сама Софья признаются, что изменила многие свои потребительские привычки. В причинах не разбиралась, почему так происходит. Но общий фон такой. Мы с друзьями предпочитаем собраться дома, посидеть, обсудить, повеселиться, сделать все, что мы хотим и разойтись. Чем куда-либо пойти, в бар, ресторан, я не знаю. Но может быть как-то действительно определенный дефицит. Рестораторы признают, что теряют клиентов. Если сравнивать сентябрь этого года с прошлым, то в среднем те же 10-15% ушли в минус. Хотя пока это касается лишь будних дней. Кстати, предприниматели не скрывают, что чувствуют не только в этой сфере изменения. После ввода санкций и ограничений в импортных продуктах поставщики все же подняли цены. Не исключено, что рестораторы будут вынуждены из-за этого скорректировать цены в меню. Есть и повышение цен, есть и проблемы с товарами, есть и более жесткие условия от поставщиков, которые, если раньше мы могли через 2-3 недели рассчитывать, сейчас требуют предоплаты, либо в течение 2-3 дней. После ограничения импорта загрантоваров, по данным портала «Эксперт», упали поставки трикотажной одежды на 13%, готовых текстильных изделий чуть больше 12%, сократился импорт машиностроительной продукции, закупки фармацевтической продукции в среднем упали на 16,5%, парфюмерно-косметических товаров на 10%. И даже в банковской сфере отмечают, что вкладывать деньги красноярцы стали реже, больше предпочитают тратить. Однако, по мнению наблюдателей, и банки стали чаще отказывать в кредитах, перестраховываются. Юлия Фанасьева, Василиса Лукашевич, Евгений Мачев, Владимир Антонов. Новости ТВК. А на чем стали экономить вы? Присоединяйтесь к эфиру, если вы пришли с магазина, и у вас остался чек от покупки. Присылайте его в фото с пометками, что подорожало нам в группу ВКонтакте, или пишите смс на номер 9020 в начале ТВК, а далее какой продукт и насколько подорожал. А пока, насколько подорожал, либо звоните нам по телефону 2-65-45-00, и по вашим сообщениям наш корреспондент Лучея Постикэн соберет корзину подорожавших товаров. Она находится в супермаркете и готова сравнить цены по городу, а может быть даже мы подскажем, где цены дешевле, где цены меньше. Лучея, мы все потребители, что у вас уже в корзине есть? Виктория, добрый вечер. Мы сегодня отправимся в магазин, как обычный покупатель, с тележкой. Будем ходить абсолютно по всем отделам. И в первую очередь мы, конечно, пойдем в мясной отдел, потому что мясо встречается практически в каждой корзине у всех покупателей. Итак, мы пошли по магазину. Спасибо, Лучея. Ну а пока еще про одну категорию нуждающихся. Пенсионные деньги отдадут нефтяным и газовым компаниям, пострадавшим от санкций. Об этом, как пишет агентство Интерфакс, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Напомню, что Евросоюз и США ввели новый пакет санкций против Российской Федерации. В список вошли такие компании, как «Газпром», «Новотек», «Роснефть», «Лукоил», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Чтобы поддержать эти компании, в Министерстве финансов решили создать многомиллиардный антикризисный фонд. На его пополнение пойдут средства, сэкономленные за счет продления моратория на накопительную часть пенсии на 2015 год. Как передает Интерфакс, экономия составит 309 миллиардов рублей. Но в фонд пойдет только часть этой суммы, а также к этим средствам добавят 100 миллиардов из резерва за прошлый год. Получить финансовую помощь на общих основаниях уже в этом году смогут компании «Роснефть» и «Новотек». По словам министра финансов, им выделят средства из Фонда национального благосостояния на текущие проекты. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в свою очередь отметил, что рассчитывать на компенсационные меры смогут также компании банковского, финансового и оборонного секторов, но только на возвратной и платной основе. Евро 50 доллар, почти 39. Цена американской валюты сегодня приблизилась к историческому максимуму. Тем временем на заправках ждут повышения стоимости топлива. На что указывают новые экономические тенденции, куда сегодня предпочитают вкладывать деньги красноярцы? Репортаж Василиса Лукашевич. Да, смысл на него обращать внимание, потому что все равно заправляться надо. И от того, что даже не повышается, не повышается, я же не буду пешком ходить. Так же, как Александр, рассуждает большинство красноярских автомобилистов. Смирились, что цена бензина уже перевалила за 30 рублей. Литр 92-го стоит сегодня 31 рубль 20 копеек. Аналитики уверяют, стоимость топлива сдерживали искусственно во время выборов. И совсем скоро мы увидим обновленные ценники на заправках. Одновременно с этим курс американской валюты ставит исторический максимум. Сейчас доллар стоит 38 рублей 71 копейку. Некоторые эксперты говорят, что к концу года будет 40 рублей. Другие пытаются успокоить, мол, давайте не будем активизировать спекулянтов. Знаете, прогнозы по валюте делать бессмысленно. Потому что влияют несколько факторов. Геополитические факторы, внутренние факторы, то есть эти санкции, все это влияет непосредственно на валюту. Я могу вам с такой определенной долей уверенности сказать, что и валюта может стоить и 40, и 41 к концу года, и также и 36-35 к концу года. Постоянно растущие цены для красноярцев настолько нормальное явление, что люди научились приспосабливаться и вкладываться во что угодно. И в валюту, и в недвижимость, и немножко экономию. Да, в недвижимость, в строй дом вкладываю. Что мы можем вложить? Чтобы что-то вложить, надо что-то иметь. А так, битва за урожай каждый год. И на этом все заканчивается. Инфляция превысит ожидания, ставки по кредитам растут. И все это происходит настолько медленно, что эти процессы можно увидеть только спустя месяцы. Но настроения экономистов понятны. Я лично вижу такую ситуацию, что многие эксперты затрудняются вообще в принципе рассказать, что там дальше, как будем жить. И все в основном говорят о том, что все будет плохо и все, и на этом все заканчивается. Почему? Потому что когда на экономику влияет настолько сильно политика, очень сложно. Все зависит от того, какие будут решения приняты по политической части, а тут предсказать практически невозможно. Московские аналитики вспоминают, как пять лет назад доллару предрекали крах. Сегодня американская экономика показала свою стабильность, а евро вырос до 50 рублей. При этом из-за нехватки денег в России мы имеем обостряющиеся финансовые отношения между Кремлем и регионами, говорит политолог Дмитрий Орешкин. Ведь центр может взять деньги только у нас. Из тех регионов, которые добывают нефть, газ, алмазы, древесину, то что угодно они там добывают. И тогда получается понятно, что за вот эту вот риторическую фигуру, о том, что мы поднимаемся с колен, даем отпор и так далее и тому подобное, платят регионы. Им приходится подтягивать пояса, а взамен из Москвы они получают победную риторику. Что мы вот дали отпор Соединенным Штатам, что мы вот присоединили Крым. Правда, при этом забывают сказать, что мы потеряли всю Украину. В начале следующего года рубль отпустят в свободное плавание. Такая идея витает в Центробанке. Вероятнее всего, затем курс валют побьет новые рекорды и снова поднимутся цены на бензин. Хотя нефть сегодня подешевела до 96,5 долларов за баррель. Василий Слукашевич, Владимир Адонов, Новости ТВК. Если у вас еще остались вопросы, что сейчас делать с деньгами, дождитесь вечер с Тамарой Васильевой в гостях, у которой будет финансовый эксперт. Тома уже находится в студии. Тома, здравствуйте. Добрый вечер. А у вас есть сбережения? И в чем вы храните? К сожалению, сбережений таких, чтобы сейчас о них переживать, так сильно у меня нет. Но я думаю, что покупать доллары сегодня уже тоже не вариант. Поэтому, наверное, хорошо тем, у кого вообще денег нет и нет кредитов. Но о том, что же делать все-таки с деньгами и как подготовиться к такой кризисной ситуации, мы поговорим действительно с финансовым аналитиком, который будет в нашей студии в 20.45. Так что дождитесь и вполне возможно я задам ему именно ваш наболевший вопрос. Спасибо, Тома. Мы продолжаем другим темам. Ректору Красноярского аграрного университета Николаеву Цугленку предъявлено обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере. Об этом новостям ТВК сообщили наши источники в следственных органах. Речь идет о заключении фиктивных, по мнению следствия договоров, на оказание услуг. Они были заключены между университетом и коммерческой организацией ГАО «Энергоаудит». Самое интересное, что юридический адрес компании совпадает с одним из корпусов того же университета. А сам Цугленок, по некоторым сведениям, имел непосредственное отношение к деятельности коммерческой компании. За сумму в 1 миллион 700 тысяч рублей ГАО «Энергоаудит» должна была провести обследование зданий университета. Деньги были перечислены, но, по мнению следствия работы, никто не проводил. Если вина ректора будет доказана в суде, Николаю Цугленку может грозить до 10 лет лишения свободы. Напомню, что ранее новости ТВК рассказывали и о других проблемах университета. Например, получение взяток одними преподавателями и незаконном увольнении других. На нарушениях в деятельности столовой информация о критической ситуации в ВУЗе дошла до министра сельского хозяйства страны Николая Федорова. Он обещал новостям ТВК в ситуацию вмешаться. А сейчас, видимо, вмешались уже правоохранительные органы. Сам же Николай Цугленок сегодня отказался общаться с корреспондентами нашей телекомпании и просто несколько раз бросал трубку. Еще одно громкое разбирательство бывшего генерального директора Уярского мясокомбината будут судить за неуплату налогов. Об этом сегодня сообщила радиостанция «Бизнес-ФМ». По версии следователя, у предприятия накопился долг по налогам и сборам на сумму более 2 миллионов рублей. Чтобы избежать принудительного взыскания, обвиняемый направил 24 миллиона рублей на расчеты более поздней очереди. В ходе следствия бывший руководитель предприятия полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Эпидемия менингита в Красноярске преувеличение или реальная угроза? Сегодня на этот вопрос ответили специалисты Роспотребнадзора. По их словам, вспышки инфекции нет и не было. А сейчас происходит сезонный подъем заболеваемости, который длится с мая по октябрь. В этот период в стационаре могут находиться от 20 до 40 детей. По заверению специалистов, это норма. Тем не менее, в новости ТВК обращаются беспокойные родители. Уже известно, что случаи заболевания менингитом зафиксированы в детских садах 211 и 310, в гимназии 13 в Академгородке. Родители утверждают, что инфекционное отделение детской больницы номер один переполнено. И медики это скрывают. Но заместитель главного врача данную информацию опровергла. Никакой вспышки вирусных менингитов у нас нет. Тем не менее, каждый случай у нас регистрируется. Ни о каком умалчивании вообще речи быть не может. Медики и родители противоположно смотрят на ситуацию. Заявление врачей вызвало возмущение у родителей заболевших детей. Они считают, что официальные лица значительно преуменьшили масштаб проблемы. Если в садике из пяти групп четыре на карантине, это не эпидемия. Если в нескольких школах по два-три класса закрыт на карантине, это тоже не эпидемия. Но то, что я видел, что если 40 палат, только в одной инфекционной интервью на 49. И ни в одной из свободных мест нет. Но я не знаю, если это не переполнение, то извините. А вы заметили, что ценники в магазинах изменились? На чем стала экономить ваша семья? Помощь на новом месте. Россиянам, переезжающим работать в другие города, компенсируют затраты. Обсуждение не для всех. Сегодня в департаменте городского хозяйства прошло рабочее совещание по вопросу организации платных парковок в центре города. В нем принимали участие представители городской администрации, депутаты, бизнесмены и члены общественных организаций. Средства массовой информации послушать чиновников не пригласили, а на неожиданный визит позволили зайти в зал лишь на несколько минут. Возможно, городские власти просто хотели, чтобы обсуждение происходило, проходило без посторонних. Но разве жители это посторонние, тем более, что тема платных парковок станет одной из самых острых, если их введут? И сегодня в 20.30 мы продолжим разговор на эту тему. В студию программы «После новостей» мы пригласили и участников закрытого заседания по платным парковкам. Не пропустите. Как заработать на задержке зарплаты и что красноярцам нужно проверить перед вылетом за границу? Об этом прямо сейчас расскажем в рубрике «Потребительские новости». Партнер проекта «Жалюзи Мелви». До конца сентября на рулонные шторы «Зебра» и японские панели скидка 20%. За ожидание зарплаты работники будут получать проценты. Такой законопроект разработало Министерство труда и социальной защиты России. Оно обязывает работодателя выплачивать сотрудникам компенсацию за каждый день задержки заработной платы. Кроме того, документ сократит и сроки ожидания. Начальник будет обязан выдавать зарплату в течение 10 суток со дня окончания периода, за который она начислена. Если же ожидание работников состоит 15 дней, они вправе остановиться и не работать, простой оплатят. Инициатива разработана для того, чтобы россияне могли почувствовать, что все заработанное получат вовремя и до копейки. О своих долгах красноярцы могут узнать на сайте аэропорта Емельянова. Специальный баннер на официальном портале появился для того, чтобы жители города могли заранее, а не в день вылета, узнать о неуплаченных штрафах и долгах по кредитам. Вылететь за границу, имея какие-либо задолженности, нельзя и зачастую неловкие ситуации возникают при прохождении пограничного контроля. Чтобы избежать такой момент, на главной странице сайта и размещен специальный баннер со ссылкой на сайт судебных приставов, где хранится вся информация о должниках. Россиянам помогут поменять место жительства и работы. Тем, кто отправился работать в другой город, компенсируют затраты на проезд, обустройство, проживание на новом месте и на обучение. Помогать финансово будут работодатели, заинтересованные в их переезде. А работодателям часть их затрат собираются возвращать из региональных и федерального бюджетов. В среднем затраты работодателя на привлечение одного сотрудника из другого региона составляют примерно 300 тысяч рублей. 225 тысяч из них государство готово компенсировать. В первую очередь речь идет о поддержке работодателей, которые привлекают работников в регионы стратегического и опережающего развития. А тем, кто отправился в столицу, финансово помогать никто не будет. Острой нехватки рабочей силы там нет. И от потребительских новостей к собственным финансам. Сегодня тема эфира «Цены в магазинах» в нашей группе ВКонтакте. Мы попросили пользователей поделиться с нами своими наблюдениями, какие ценники уже изменились. И сейчас зачитаем, что нам написали подписчики в течение дня. Но прежде всего подорожали любимые фрукты. И продолжается сообщение «Киви» около 300 рублей. Когда раньше стоил 90, гранат перепрыгнул за 200 вместо 100. Лимон 170 рублей стал стоить. И продолжает беседу и пользователи ВАН. Лимоны, да, выросли. Брал в «Командоре» в начале лета. Один выходил около 18 рублей. Вчера брал в «Бикси» аж 40 рублей. Молоко «Никольское» с 33 рублей за литр выросло до 53. Творог «Никольский» вырос тоже рублей на 10. 20 за 400 и 800 граммовые пачки. Курица. И об этом мы делали репортаж. Курица выросла где-то на 30 рублей за килограмм. Теперь практически нет разницы, что брать. Окорочка или грудку. Разница в 10 рублей между ними. Жалуется она подорожание «Кока-Колы» 51 рублей. 51 рубль вместо 37. Много сообщений. Да, опять жалуются на газировку. 247 рублей киви. В первую очередь, видимо, пострадали фрукты. Вот большое сообщение. В продуктовом магазине в подвале по адресу улица Вильского. Сыр Покровский стал 370 рублей за килограмм. Раньше можно было кусочек купить рублей за 100. Теперь приходится переходить на более дешевые. Или же вообще отказываться. И буквально за неделю выросла цена на кошачий корм на 3 рубля. Это тоже достаточно большая трата в семье, если есть животные. Вы можете отправлять сообщения нам в группу ВКонтакте. Либо смс-сообщения на наш смс-сервис 9020 по меткой ТВК. Тем более, что сейчас в супермаркете работает наш корреспондент Лучия Пастикэ, которая, по вашим сообщениям, собирает корзину подорожавших товаров. И обязательно мы с ней свяжемся во третьей части выпуска и расскажем, что же мы собрали. Сейчас к другим темам привился сам, помог другим. В Крае началась массовая вакцинация. Бесплатные прививки полагаются воспитанникам детских садов, школ, студентам, медикам, учителям и пенсионерам. Поставить вакцину бесплатно красноярцы могут и за счет работодателя. В момент вакцинации человек должен быть здоров. Об этом предупредили и двух высокопоставленных пациентов, которые сегодня посетили центр СПИД. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Края Вадим Янин и глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Личным примером решили доказать, что вакцинация это не только полезно, но еще не больно. Хотя здесь, наверное, пациенты слукавили. При вакцинации возможно заболевание, но то, что не будет осложнений, это точно. Поэтому это главная профилактика от осложнений. Совершенно микроэкла. Это не болезненная, неочутимая процедура. Это даже не комарик. Это гораздо проще. Темы прививок, аллергии, детского питания, детских садов, всего, что так волнует родителей, мы будем обсуждать каждую субботу в нашем новом проекте «Семейная суббота». И уже завтра будет запись первой программы, которая посвящена очереди в детские сады. Встретиться с главным по очереди начальником управления образования города Алексеем Хромцовым вы сможете уже завтра. Встреча пройдет в 10 утра в развлекательном центре «Дримленд». Это в здании изумрудного города на Свободном. Вас будет встречать Ксения Митрофанова, ведущая «Семейной субботы». А ваших детей, которых можно будет взять с собой, развлекут аниматоры. Во время выпуска наш корреспондент в супермаркете собирает корзину подорожавших товаров в 2022, на чем уже экономят наши зрители. Детская погода с настоящими прогнозами. После рекламы о новой программе на ТВК. И мы продолжаем говорить о повышении цен. Напомню, в супермаркете находится наш корреспондент Лучея Пастике, которая, по вашим сообщениям, собирает тележку подорожавших товаров. Сейчас она появится на экране. Лучея, что у вас получилось? Рассказывайте, что собрали. Виктория, в эту корзину мы сложили именно те продукты, от которых, по мнению горожан, стоит отказаться уже прямо сейчас. Потому что цены, как говорится, кусаются. Итак, посмотрим, что у нас есть в продуктовой корзине. Отмечают горожане повышение цен на курицу. В среднем, говорят, горожане цены на курицу повысились на 40 рублей. Вот здесь килограмм курицы стоит 141 рубль. Также отмечают горожане, что, например, куриные сердечки, ну вот, к сожалению, в этом магазине они кончились, раньше стоили 250 рублей, а теперь в некоторых торговых точках можно найти за 330 рублей. Подорожали куриные грудки, как сообщают телезрители, цены на них в некоторых торговых точках доходят до 255 рублей. Подорожала также и свинина. Здесь килограмм свинины стоит 480 рублей. Ну и также горожане отмечают, что по городу на 100 рублей в среднем повысили цены на свинину. Еще один отдел, куда горожане, наверное, перестанут скоро ходить, это фруктовый отдел, там, где продаются фрукты. Самый популярный фрукт во время осени, когда люди простужаются, это лимон. Кое-где, говорят горожане, теперь лимоны стоят 220 рублей за один килограмм. Здесь стоят чуть меньше 205 рублей. Ну, к примеру, также подорожала и киви. Сейчас киви, как говорят горожане, где-то стоят 247 рублей за килограмм. Здесь 199 рублей. То же самое касается и граната. Цены выросли почти в два раза. Это говорят горожане, что теперь граната стоит порядка 300 рублей. Хотя раньше можно было найти где-то и за 100, и за 150. Дороже стали также, вот как вы можете увидеть в нашей корзине, молочные продукты. Цены на молоко, как отмечают телезрители, выросли примерно на 20 рублей, причем примерно на все марки. Также подорожал творог, тоже где-то на 20 рублей. Ну и то, чему удивились горожане, это, конечно, что на некоторые сорта сыра цены выросли в два раза. Например, вот этот кусочек стоит 236 рублей. И вообще, как говорят горожане, также подорожало детское питание, замороженные овощи, корм для кошек. А что еще удивило телезрителей, это то, что авокадо теперь практически стоит 400 рублей, хотя раньше можно было найти и за 170 рублей. О том, как изменилась работа торговых точек и магазинов после подорожания продуктов, мы сегодня поговорим с Дмитрием Бапуяновым. Это директор по маркетнигу торговой сети «Комодор». Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что у вас в магазине изменилось? Может быть, какие-то продукты перенесли на дальние полки? Да нет, все продукты на местах, но только стало темнеть чуть пораньше, а в остальном все осталось, как и прежде. Ассортимент широкий, цены, ну, как вы видите, на большинство позиций из вашей корзины остались на прежнем уровне. Вот я посмотрел, что в вашу корзину попали премиальные продукты, например, сыр с плесенью. А если бы мы взяли сыр обычный в среднем ценовом сегменте, то заметили бы, что как ассортимент, так и цены остались на прежнем уровне. Ну, спрос на какие-то продукты именно у гаража. Вы заметили, что он как-то понизился? Нет, не замечаем. Лимоны как брали, так и берут. Другие овощи, другие фрукты, сыры, колбасы, мясо. Ничего не заметили. Но есть одна тенденция. Люди стали больше обращать внимание на акции. Мониторят проводимые акции, выбирают из своей продуктовой корзины, что же попадает в их продуктовую корзину с низкой ценой. И абсолютно не стесняются объезжать некоторые торговые точки, чтобы купить продукты дешевле. Абсолютно нормальная ситуация. Ну, видите, как вы видите, что мнение телезрителей и мнение представителей торговой сети, они разделились. Ну, горожане говорят, что теперь на идее действительно приходится экономить. Потому что, как сказал уже Дмитрий, приходится объезжать все магазины, чтобы найти более выгодные цены. На этом у меня все. Виктория. Спасибо, Лучия. Я, к сожалению, не успеваю прочитать все сообщения, которые приходят к нам на СМС-сервис. Мне спасибо, что вы откликнулись. Мы обязательно их зачитаем в ночных новостях ТВК в 23.00. А завтра в новостях ТВК в 23.00 премьера нового реалити-проекта «Проверка», где мы проверяем, как работают социально значимые учреждения города и насколько там просто или сложно получить ту или иную услугу. И уже сегодня в 23.00 предлагаем вам подключиться к обсуждению, какие госуслуги стоит проверить в Красноярске. Присылайте свои идеи и адреса на СМС-9020 и включайте ночной эфир в 23.00. А сейчас эфир на канале ТВК продолжит программу «После новостей». В студии уже находятся ведущий Алексей Клишко и его гости, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства Владислав Логинов и координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев Егор Фролов. Будем говорить о платных парковках в Красноярске. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края – дом-отель «Апарт». Стоимость зависит от срока проживания. При бронировании на месяц и больше скидка до 50%. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет салон-магазин «Лилу». Новое поступление осенних и зимних пальто из шерсти альпака, кашемира и ангоры. Красноярске ночью плюс 3, днем плюс 15. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Давление 737 миллиметров ртутного столба.